Ежедневно в Московской области тысячи человек нуждаются в переливаниях крови. Это дети и взрослые, мужчины и женщины. Люди разных профессий, разного уровня доходов и разного вероисповедания. Но объединяет их одно. Всем им жизненно необходима помощь. И они ее получают от обычных людей, таких же, как они сами. Таких гуманистов в Ленинском районе более 4 тысяч. Среди них более 300 почетные. Это те, кто сдал кровь 40 и более раз. Почетный донор это более ответственный человек. Потому что просто донор может сдать 1, 2, 3, 5 раз и на этом закончить карьеру донорства. А почетный донор это человек, который при получении корочки почетного донора все равно плодотворно работает на эту тему и дальше сдает кровь. Светлана Качаева одна из таких сознательных людей. Кровь она сдает регулярно на протяжении последних 5 лет. И уверяет, что кроме морального удовлетворения, донорство приносит пользу и ее собственному здоровью. Начала я сдавать кровь. Я стала зимой очень меньше болеть. Гриппом, ОРЗ, ОРВ, ОРВИ. Поэтому я втянулась, мне нравится. Получается, как в Библии. Не оскудеет рука дающего. Медицина на официальном уровне подтверждает пользу сдачи крови для здоровья донора. Во-первых, стимулируется красный росток крови. И после кроводачи у него идет отшнуровка юных эритроцитов. А, как правило, юные эритроциты, они могут проникнуть в самые мелкие сосуды и улучшить кровоснабжение жизненно важных органов. То есть идет как внутреннее омоложение организма. Донором может стать каждый здоровый гражданин в возрасте от 18 лет весом не менее 50 килограмм. Время приема каждый вторник и среду с 8 до полудня. И хоть донор должен быть совершеннолетним, председатель Красного Креста Ленинского района уверена, что задумываться об этом нужно еще со школьной скамьи. У нас запланировано с ноября месяца во всех школах Ленинского района прочитать лекции по донорству. Для того, чтобы дети как-то приобщились к донорству, поняли суть и хотели бы в дальнейшем стать донором после 18 лет. Переливание крови дает шанс вылечиться тем, кто заболел раком или болезнями крови. Донорская кровь нужна людям, пострадавшим в авариях, необходима пациентам, нуждающимся в протезировании, в хирургических операциях на сердце и сосудах. Переливание крови нередко требуется женщинам при родах. Этот список можно продолжать долго. Поэтому вклад донора в здоровье нации сложно переоценить. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.